это текущий контест это чё простой спорт xk отрезки почти разница вот чё нам надо разобрать остальное можно закрыть давайте простой спорт я надеюсь все прочитали задачку как кто решал кто-нибудь хочет высказаться ну перебор позиции шаг назад а потом для этих позиций перебор тоже шаг назад что-то в таком духе ну да у меня также идейно окей ну на что тут надо обратить внимание короче в условии надо заметить то что типа п делит x и нацело и по это простое и в общем давайте выпишем чё там надо заметить то есть сейчас а понятное дело мы будем перей перебирать все варианты а в каком виде то есть в оптимальном мы заметим то что x 2 делится нацело на п и также x 1 меньше чем п вот у нас дано только одно число x 2 и значит этих пешек у нас логарифм то есть их количество логарифм от x 2 и это их количество то есть различных пешек ну и получается эту штуку можно найти разложением на простые вот таких вот у нас получается кандидатов на последний шаг который был это из условия то что x 2 делит цена п вот значит дальше вот это вот условия чё нас дано тег нам надо найти предыдущий шаг то есть мы как бы восстанавливаем с концом начала как какие были ходы типа какое число для какого числа минимального если мы возьмем п и найдем следующее число которое делится на п то есть x 1 меньше чем x 2 вот для какого минимального x 1 заданные x 2 и п получается при использовании п осуществлять а для какого минимального x 1 если мы задействуем п мы попадем в x 2 вот я говорю то что эта штука равна x 2 минус а а п плюс 1 вот за счет чего эта вещь выполняется потому что x 2 у нас имеет остаток отделения 0 на п x 2 минус 1 имеет остаток отделения минус 1 на п ну или п минус 1 дальше x 2 минус 2 имеет остаток отделения плюс 2 x 2 минус 3 имеет остаток отделения минус 3 и то далее x 2 минус b и Имеет остаток отделения 0. И вот следующее число, это x2 минус b плюс 1, имеет остаток отделения 1. Поэтому самое левое до 0 – это вот это число. Но у нас может быть такой вариант, что мы не удовлетворяем вот этому условию. То есть b должно быть больше, чем x1. Поэтому x1 – это максимум из того, что мы взяли, и b плюс 1. Сейчас. Максимум же вроде. А, наоборот, да, b меньше, чем x1. Вот такое вот условие, но неправильно переписал. b плюс 1. Вот. Вот это вот первая штука, чтобы удовлетворить самому левому вхождению остатку. Правая штука, чтобы удовлетворить условию по условию задачки. И, короче, это число, которое нам дает, получается, для заданных x2 и выбранного p, делителя x2, самое левое x1, которое можем получить. Вот. Получается, мы теперь можем… Ну, как я делал. В общем, вот это вот назовем один переход. Вот. Для каждого числа вычислим вот этот вот один переход, типа pref. Pref x. Вот. Для каждого x2 мы вот такую вот штуку вычислим по всем p, то есть по всем p делителям. А теперь мы умеем шагать на один ход. Вот. Я дальше это использовал. В каком… В каком смысле? Типа… Мы умеем шагать на один ход. И давайте для каждого… То есть для нашего x2… Мы определим отрезок чисел, которые мы могли посетить на предыдущей позиции. Вот. И найдем минимум среди вот этих вот чисел. То есть минимум среди посчитанных pref x. Вот на этом вот отрезке. Этот отрезок там x2 минус p плюс 1. Ну, не такая формула. Короче, вот такая вот формула. И по всем p еще надо взять самый левый. Вот. То есть у нас получается непрерывный отрезок, где мы могли оказаться. Вот. Берем для каждого числа, рассматриваем оптимальный прыжок и дальше оптимальный прыжок из оптимальных прыжков. Получается, таким образом мы делаем два шага. Вот такая у меня идея. Давайте, есть какие-нибудь другие идеи? Если у вас молчание, значит других идей нет, видимо. Или они не поняли. Ладно, давайте разберемся в реализации. Первый шаг, который я сказал, мы вычисляем для каждой позиции самую левую, куда сможем прийти. Вот. Что мы делаем? Для каждого x, для каждого простого делителя, то есть у нас будет функция, которая получает простые делители, и мы итерируемся. Мы обновляем минимальную позицию за счет той штуки, которую я расписал, то есть максимум из p плюс 1 и x минус p плюс 1. Вот. Это мы для каждого x, для каждого p нашли оптимальный прыжок. Теперь мы берем, значит, наш x, который мы знаем, и перебираем только для него прыжки, и получается для каждого простого делителя нашего x2 мы пробегаем элементы на отрезке от самого левого прыжка до этого x, и берем среди них минимум, то есть минимальный прыжок. Это получается первый прыжок, это второй прыжок. Два таких цикла дают нам ответ. Ключевая часть – это получение простых делителей. Я реализовывал наивно за корень, то есть вот у меня такая функция. Я перебираю все делители до корня, и если x делится… То есть вот это вот i умножить на i – это замена i меньше равняется sqrt от x. Если у нас x делится без остатка на i, то мы добавляем в вектор простых делителей наше i, и теперь сокращаем x на i, пока делится. Типа do делить на i, пока делится. И теперь у нас x не содержит i и всех кратных ему. То есть мы сократили, получается, на все простые вхождения i. У нас могло остаться такое, что в конце у нас останется x больше либо равным единице, то есть больше единицы. Это означает то, что x у нас осталось простым числом, вот мы его просто добавляем в конец, и возвращаем вектор. Вот такая вот штука основная, которая реализует факторизацию. Ну и почему это быстро работает? Если мы факторизуем все числа на отрезки от 1 до 10 в 6 этим циклом, который я написал, то эта штука работает за o от x умножить на корень из x поделить на логарифм от x. То есть вот такая вот асимптотика. Вот эта штука заходит для 10 в 6, потому что есть деление на лог от x. Оно возникает из-за того, что мы довольно часто будем встречаться со числами, для которых мы очень быстро можем найти делители. То есть каждое второе число будет делиться на 2, каждое третье число на 3 и так далее. Вот если мы поделим, то получится вот такая вот в среднем асимптотика. Иначе люди делают другую вещь, умеют ее делать за x на логарифм от x. Через решеторетосфена, значит, можно для каждого x предпочитать минимальный делитель, на который оно делится. Получается, мы как бы перебираем там x от 1 до 10 в 6. Дальше мы перебираем все кратные ему, то есть y от x умножить на x. Ну, в быстром случае, в частном случае, от 2 умножить на x, пока у нас y меньше, чем n, максимальное мы делаем y плюс равно x. Это означает то, что мы для каждого x перебрали все числа, которые делятся на него, и мы просто можем обновить для него делитель. Типа ремин, наш шаблон, делитель для y мы обновляем за счет нашего x. Вот, и получается, сколько итераций будет. Для двойки у нас будет 10 в 6 пополам, для тройки будет 10 в 6 на 3, углубленный вниз, для четверки будет 10 в 6 на 4. Вот, и если мы засунем в альфрам этот цикл, или посчитаем вручную, или как-нибудь оценим, то эта штука получится примерно 10 в 6 на логарифм 10 в 6. Гармонический ряд называется. Вот. Используя минимальный делитель, мы можем находить, короче, вот эти вот штуки, вот эти вот ишки, не в цикле по всех и от двух до корня, а при помощи предпочитных значений. И тогда у нас факторизация делается за логарифм. Так что, если вам такой метод не нравится, можете писать более быстрый. Но такой метод тоже работает за счет такого трюка. Вот. Ну, давайте, какие есть вопросы по реализации, по идее. А там логарифм с каким основанием? В осимтотике обычно мы не указываем основание, просто потому что логарифм выносится. То есть любой там, например, лог 2. Лог 2 там, x, это некоторое c на натуральный логарифм от x. Вот. И просто берут какой-нибудь, типа, просто пишут логарифм. Вот. Ну, не знаю, на самом деле. Тебя интересует логарифм здесь или логарифм в ряду, да? Да, да. Давай посчитаем. Я открою Вольфрам. Так, да, посчитаем. Значит, сумма x равняется от 1 до 10 в шестой. Integer part 10 в шестой поделить на x. Вроде так. Так. Ну, видишь. Короче, 10 в шестой на 14 получилось. То есть вот эта штука, которую мы посчитали, равняется 10 в шестой на 14. Спасибо. Чему это равно? Это какой-то логарифм от 10 в шестой. Но по какому основанию? Без понятия, типа. Что тут? Ну, в принципе, растет логарифм. Это что значит? Это означает то, что предел от функции логарифм n при n стремящемся к бесконечности, лим при n стремящемся к бесконечности, короче, n лог n, поделенная на вот эту вот функцию f от n, которую мы считали в Альфраме, вот эта вот штука равняется константе. Если вот эта штука выполняется, то означает то, что асимптотика n лог n у функции f от n. Такое определение. Но для 10 в шестой можно просто взять в Альфраме, посчитать и убедиться, что 14 миллионов. Ага, круто. Вот. Давайте какие еще вопросы. Окей, ну, если больше вопрос нет, давайте как решали же. Эта задача у меня вызвала проблемы, поэтому давайте я вас спрошу. Эдуард, у тебя эта задача вызвала проблемы? Икска отрезки. Я ее не сдал за 2 часа на контесте. А я F-ку не сдал. А G сдал за 7 минут до конца. Окей. Ну, ладно, давайте G разберем. В общем, что-то надо делать. Нам надо посчитать количество пар для данных х и к таких, что, короче, на отрезке от аи до ажи ровно к чисел делится на х. Вот. Ну, давайте разбирать, типа, случай. Во-первых, довольно частый трюк, который я хочу показать. Может, его даже... Ну, короче, я его использовал. Если кто-то знает более простое решение, можете сказать, ну, типа... Короче, задача, в которой ровно k, ответ на такую задачу, это то же самое, что... Короче, сколько у нас вариантов больше либо равно k, вычесть, сколько вариантов больше либо равно k плюс 1. Вот. Получается такая вот вещь. То есть равно k, это больше либо равно k, минус больше либо равно k плюс 1. Вот чисто технически вот такая вот штука. И тогда мы можем считать функцию, которая нам находит ответ на больше либо равно k. А что мы... Как мы ее делаем? Сортируем наш вектор а в порядке возрастания. И теперь мы будем для каждого элемента... Там a0, a1 и так далее, aN. Мы будем для каждого элемента считать... Сколько таких ажитых можем взять? Ну, давайте, значит... Для начала мы найдем позицию в массиве, там, в посорченном aEltem самый левый элемент, который равен. То есть aEltem равен aEltem. Вот. И мы отсюда начнем считать. Так, теперь ближайшее число, которое делится на k. Это мы должны взять aElt, поделить на k, округлить вверх и умножить на k. Вот. С точки зрения C++ это такая формула. Значит, aElt плюс k минус 1 поделить на k, умножить на k. Вот такая вот штука. Это ближайшее число, которое делится на k. на x там вроде, да, на x. На x. Дальше нам надо, получается, k таких чисел. То есть вот это вот... Давайте обозним ее как next. k таких чисел. То есть последнее такое число – это next. плюс k минус 1 умножить на x. Вот это последнее такое число, да, давайте. Назвем ее last. Ну и получается, если у нас aY больше либо равно нашему last, то такой aY подходит. А иначе на нем просто на отрезке от aX до aY не будет k чисел, которые делятся на x. То есть мы оптимальным образом выбрали отрезок. Ну и теперь количество вот таких чисел посчитать. Это мы делаем следующим образом. Мы делаем bin-поиск в векторе a. Значит, мы берем вектор a, делаем в нем bin-поиск, вызываем lover-bound. Вот. Это получается первый элемент, который подходит. Вот. И все остальные, которые подходят, это aAnd минус наш lover-bound. Вот это количество. Ну и это количество прибавляется к ответу для каждого элемента, и сумма возвращается в итоге в качестве ответа. Это вся идея. Код. Можете глянуть вот здесь вот на гитхабе. Ну, я, короче, набагал здесь. Поэтому я случай k равняется 0 отдельно рассмотрел. Ну, в принципе, там точно так же, просто мы знаем то, что нет ни одного числа, которое делится на x. Вот. Мы просто знаем это и расписываем k равняется 0. А иначе у нас получается количество, которое больше либо равное k, минус количество больше либо равное k плюс 1. Вот количество вхождений. И эта функция нам, соответственно, берет и считает ответ. Довольно простая штука. Если реализовывать, то есть мы считаем последнее число, которое будет делиться на x целочисленно. делаем lower bound вот здесь. Из an вычитаем lower bound. Откуда первое число, которое равно item. То есть lower bound для item. Вот такая штука. То есть это, считай, упражнение на сортировку целочисленного деления и lower bound. А можно еще раз формулу? Ну, которая за, типа, за n квадрат считается? Ну, на доске была. Какая формула? Ну, вот эта вот, где next, last. Ага. Окей, смотри. Короче, вот этого числа, вот эта вот формула определяет ближайшее число от a, l-того, которое целочислено делится на x. Эту формулу понимаешь? Да, да, да. Окей. Тогда вопрос по вот этой формуле, да? Нет. Ну, в смысле, есть у нас, допустим, два числа есть. Ну, мы их перебрали. Как нам ответ узнать? Нет. Мы не перебираем. Короче, мы перебираем a и t. То есть, мы перебираем a и t. Один из n вариантов. А x у нас дано. То есть, дано x. Ну, не, я понял. Типа, у нас там как будто мы a и t и a j t зафиксировали. Нет, мы не зафиксировали. Короче, смотри, мы зафиксировали a и t. a и t у нас зафиксировано. А a j t мы сразу будем считать все, которые подходят за один раз. те, которые подходят, вот, те, которые удовлетворяют вот этому условию. То есть, все a j t, которые удовлетворяют этому условию, они подходят. Вот. А это некоторый суффикс отсортированного вектора. То есть, некоторый суффикс отсортированного вектора, все элементы которого больше либо равны last. И мы этот суффикс, длину этого суффикса находим бинарным поиском. И этот бинарный поиск встроен в c плюс плюс это lower bound. То есть, мы количество, вот эта вот штука, это получается количество количество y, которые подходят. Вот эта вот штука, формула. То есть, мы не зафиксировали a y, а мы сразу считаем, сколько их подходит. Вот, по формуле. Понятно? А, понял. Ну, типа, заметим, что у нас все эти значения независимы, и поэтому мы можем вот так вот это все делать. Ну да, типа, давай так, для каждого a x посчитать количество подходящих a y. Вот. Из этой фразы у нас зафиксировано только a x. Вот. Ну, и так как они независимы, да, из пар в пару, получается такая штука, то, что ты сразу можешь посчитать, сколько подходит. Вот. Ну, понятно. Окей, какие еще вопросы? Ну, если нет вопроса, давайте i. Вот. Люди писали сканлайн и деревоотрезков. Я расскажу решение без деревоотрезков и без сканлайна. Короче, почти разница. 200 тысяч элементов, но типа что там снова посчитайте сумму по всем парам. Ну, как это считать? В общем, эту вот штуку надо посчитать нам. Так. сумма i от единицы до n сумма g от i до n вот таких вот штук. d а житая. А, сейчас аитое вроде ажитое. Давайте пока забьем вот на это условие. Типа, давайте просто считать то, что просто y-x. То есть, наша функция это y-x. То есть, вот эта вот сумма на самом деле просто получается ажитое минус аитое. Тогда как бы здесь получается внутренняя сумма, она не зависит от аитого. Вот, мы итерируемся только по ажитому. Тогда можно ее расписать вот эту всю штуку. можно расписать следующим образом. То есть, сумма и там от 1 до n s и минус n-i на аитое. Вот, от s и это сумма всех жи ажитых, начиная с итое элементы. то есть, давайте определим s и это сумма всех ажитых, где жи начинается с и и заканчивается n. Вот такую штуку можем предпочитать. Ну, так, вот. И получится то, что вот, если бы функция была просто разность, мы бы могли вот такую штуку использовать. Брать и считать это было бы за линию. Но эта штука не просто разность. Вот. А у нас тут забанены забанены элементы, которые по модулю короче, модуль разности меньше либо равен единиц. То есть, эти элементы забанены. а какие это элементы? Какие это элементы забанены? Забанены элементы, то есть, какие ожитые, такие, что модуль а и т меньше варианта единиц. Вот. Два, три варианта. То есть, первое, это получается а и т минус один. второе это а и т третье это а и т плюс один. Вот. Эти штуки забанены, так давайте возьмем и вычтем. Вычтем. А ведь а и т можно и не банить, потому что а и т минус а и т равно ноль. И так вроде все нормально. да. А и минус один надо забанить, а и плюс один надо забанить. Ну да. Окей. Количество пар аитых. Давайте забаним аитые минус один. То есть, это все варианты, когда у нас было, короче, вычитание из а и минус один минус аитые. Сколько таких пар? Ну, эта штука, получается, дает минус один давало. Мы должны прибавить, получается, к этой штуке. То есть, каждая а и минус первая даст нам минус один. То есть, прибавим количество а и минус первых. Вот. И вычтем количество. Ну, откуда это вычитание? Получается, а и плюс первое рассмотрим, а и плюс первое минус аитые. То есть, каждая такая скобка давала плюс один. И мы должны ее вычесть. То есть, минус каунт аи плюс первое. вот забанили. Теперь формула является вот такой вот штукой. Ну, и где тут скобки? Вот здесь скобки. То есть, у нас была формула вот здесь вот, в которой слагаемые не были забанены. А сейчас мы должны забанить. Мы рассмотрели, какие слагаемые надо забанить. И как изменится сумма после их выкидывания. Вот. Что-то типа такого. Ну, и как это лучше все реализовать? Короче, мы будем перебирать по и в порядке возрастания. То есть, и у нас возрастает. И давайте нам нужна сумма и количества. Чем будем делать? Для и равного единице S1 это сумма всех чисел. Вот. После того, как мы перешли, например, от и до и плюс один, давайте из суммы вычитать наше аитая. 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 То есть, берем и вычитаем наши аитая и суммы. Тогда у нас останется сумма всех чисел, которые больше, чем аитая. Вот если мы так рассмотрим. То есть, справа от аитого. И когда мы перейдем к и плюс первым, будет актуальная сумма. Ну и также давайте количество элементов поддерживать в Map каунт. Вот. Ну и мы уменьшим количество аитых на дно. Ну и теперь мы гарантируем то, что у нас будет поддерживаться то, что в мэпе и сумма у нас на отрезке от и до n. И мы будем спокойно выкидывать. Давайте по-моему что-то больно просто получается. Давайте попробуем сдать, потому что у меня изначально сложнее, но пока я рассказывал, я придумал проще. значит, а что мы делаем? Читаем. Дальше читаем наши числа. Так. Ну и загоняем их в мэп каунт. Дальше давайте ll считаем сумму в этой штуке. Что мы делаем? каунт it плюс плюс s плюс равняется it. Ну и погнали. так. Значит, это переход к следующей итерации. Давайте увеличение ответа. answer плюс равняется s минус n минус i умножить на a и t плюс каунт a и минус 1 минус каунт a и плюс 1. Вот такая штука. Давайте перенесем эту штуку, чтобы она влезала. Так. Ну и переход. Из суммы вычитаем a и count a и уменьшаем на нить. Давайте ll answer 0 и так. Давайте не будем просто управлять запуск и протестируем то, что в запуске все работает. Не туда вставил. Это не та задача. Нам нужна задача почти разница. Давайте убедимся, то, что на первый тест т4 запуск. Неужели все так просто? Ошиб компиляция, где вектора нет. Потому что я using space создание не написал. Теперь пожинаю плоды. четыре. Да, лень дальше тестить. Но это решение сразу скажу не зайдет. Так. Неправильно т.е. и подсвечивает переполнение. Так. Видите, я угадал, что не зайдет. А здесь надо прибавить. Короче, к long-long привести. Типа 10 в пятой на 10 в девятой это считалось в типе int. И надо привести к long-long можно умножить на 1 в типе long-long. Так. Давайте пробуем штуку сдать. Неправильно т.е. 29. А это потому, что ответ превышает тип long-long. Как в таком случае поступать? вот у нас было полное решение, но ответ превышает тип long-long. Используем тип побольше long-double. Ну, можно даже вот l-l. Короче, вот такую штуку будем. Long-double будем использовать. Сумма long-double. Ответ long-double. и мы будем выводить без точки. То есть set precision 0. То есть без плавающей точки, то есть без дробной части. Давайте в long-double посчитаем ответ. Неправильно контент 6 забыли забыли еще одну вещь. забыли fixat, то есть без экспоненциальной формы. Теперь так. Будет полное. Давай. полное решение значит 670 миллисекунд, потому что я не ускорял вот вывод. вот так выглядит полное решение на эту задачу. То есть авторы сделали подлянку, ответ не влезает в тип long-long. Приходится long-double использовать. Но хорошо, что мы можем long-double использовать как целые числа тоже и выводить их как целые числа и поэтому ничего нам не мешает. Давайте, есть какие-нибудь вопросы? так, если вопрос нет, надо закругляться. Может, в шахматы пойти играть. Ща, вы меня вообще слышали или нет? Так. и я вас не слышу. тоже не слышу. Окей, слышите сейчас меня? Или да, теперь слышно? Слышите? Почему нету проблем с точностью? слышно, слышно. Окей, где вы перестали меня слышать, потому что я что, тут зря распинался? А когда я вопрос задал, после этого я тебя не слышал. Хорошо. То есть, ты что-то начал там говорить, наверное, но я не знаю. Окей, вот это вот видели, да, и слышали? Нет, только видели. Окей, видели. Ну, то есть, перед тем, как я задал вопрос, тебя было слышно, а после уже не было? Окей, смотри, короче, авторы этой задачи накосячили, ответ выходит за пределы лонг-лонга, то есть, вот здесь вот, да, смотри, если мы берем и скопируем это вот решение и ставим полное решение, вот здесь вот ставим лонг-лонг, то есть, приведем к лонг-лонгу. Не, ну это я понимаю, я сдал задачу, я просто не понимаю, почему с лонг-дабл нету погрешности и проблем. Я сначала где-то попыток 7 потратил, чтобы инсу-28 вывести правильно. А, ну короче, смотри, а потом лонг-дабл. Вот, смотри, лонг-лонг, так, лонг-лонг у тебя от минус 2 в 63 включительно до 2 в 63 минус 1. Вот такой диапазон лонг-лонг. Да, я знаю. Вот. Лонг-дабл. Давай, дабл. Он, давай, диапазон точного представления без погрешности. То есть, от минус 2 в 64 до 2 в 64 блин, я уже начал путаться. 2 в 64 включительно. Вот, то есть, за счет чего это достигается. У него 1 бит. Короче, лонг-дабл это число 80 бит. 1 бит это знак, это знаковый бит. Дальше. Эта штука называется мантиса вроде. Ну, короче, мантиса. Это там, где самодробь. Это порядок называется, а потом мантиса идет. Да? Окей. Порядок? Да, ну, мы изучали. Короче, порядок. Мантиса экспонента вроде. Ну, там по-разному называется. Мантиса. Не знаю, с двумя или с одной. Короче, порядок. А, сейчас мантиса это 64 бита. Порядок это, сейчас скажу, 15 битов. 15. Вот. И вот вот такое кодирование происходит. как устроены целые числа? Целые числа, вот, например, плюс 2 в 64. Это, здесь получается знак, это 0, то есть положительное число. Дальше порядок получается 0 и так далее. 0. 15 этих штук. И мантиса единицы вроде. вроде. Подожди, если 264, может 263? там же прикол с тем, что один точка, они как бы подразумеваются, но их нет. Короче, сейчас, я наизусть помню предел, но я не помню, как представляется. Ну, кажется, вот так. Значит, ну, здесь получается все единицы. Вот. Ну и вот в таком виде представляются положительные целые числа. Ну и так у нас мантисы хватает, то вот так они представлены. Если мантисы перестанет хватать, то пройдет округление. То есть пока хватает, можем работать как с целыми. И вот прикол в том, то, что в этих 264 как раз хватает, вылезает в эту штуку. Понятно? Да, понял. Во. Так, ну давайте выведем двоичное представление. Так. Long double 264. Так. PoL 264. Так. x ну и давайте выведем двоичное представление. Надеюсь, у него есть конструктор от Long Double. Во. Вот так записывается 264. В компьютере. видите, я не наврал. Давайте минус 264. Так, давай минус. Вот. Все нули минус 264. Странно вообще-то. Ну ладно. Так, что вылезает. ну, выводить флоу 128. Как его выводить? так как мы один раз выводим, то можно с конца типа стандартное разложение по степеням через do while do там какой-нибудь вектор завести и в этого вектора пушбекать последнюю цифру. дальше сокращать на 10. Ну и while x больше нуля. Вот. Эта штука нам создаст вектор из цифр и потом мы будем выводить его в обратном порядке. Ну и еще знак нужно вывести. то есть если число отрицательное мы короче заполним его знак и умножим на минус 1. Таким образом можно вывести любое число даже в ход 128. Вот. Можно так выводить. Если надо несколько раз выводить, то есть n раз выводить, то мы можем использовать например не остаток отделения на 10, а остаток отделения на там 10 в шестой например. на миллион. Вот такие вот вещи мы будем делать. Типа сразу 6 разрядов добавлять и выводить через 6 разрядов. Такие вот штуки используются. Можно 18 разрядов делать, типа long-long использовать. Проблема в том, что если в той части, которая меньше 10-18 есть какие-то незначащие нули, то они попадают и из-за этого число меньше смс. Давай пробуем. Ну, то есть, например, было 1 на 10 в 19, 10 в 19 плюс 10 в 15 и если поделить на 10 в 18 и взять остаток от 10 в 18 там просто или пропадут. Сейчас, погоди, давай запишу, потому что на слух не воспринимается. Какой пример ты говоришь? 10 в 19 плюс 10 в 15 и если просто поделить на 10-18 и взять остаток от 10-18 то там просто нули попадут, которые должны быть. Давай научите это делать. Значит, я в итоге после плюс 7 смог научиться. Покажу. Но через деление на 10. Есть попроще способ. Ostream PS Int 128 X Вот. Давай, короче, сделаем все еще. Long Long High, то есть старшие разряды это X поделить на 10-18 с округлением до Long Long Ну и дай промо так Sign это X больше нуля Вот, ну и типа если Хайк он уже уже отвечает, что больше нуля А, это именно для знака все, я понял. Во, ну и Low это получается X минус High умножить на 1 Е 18, но надо привести к Int 128 Такую штуку. То есть мы вычитаем теперь старшие разряды, которые мы делали, и осталось у нас остаток Так, а теперь короче если получается не Sign мы выводим минус разряда если есть старшая штука мы выводим старшие разряды дальше делаем следующее выставляем заполнение ноликами то есть вместо пробелов у нас будут нолики выставляем ширину поля 18 и выводим low вот такая вот штука то есть мы будем использовать манипуляторы вывода но мы будем выводить low в ширину поля длины 18 то есть она выводится получается с правой стороны от этого поля ширины 18 то есть выравнивание по правому краю а заполнение тех символов которых нет ноликами иначе мы просто будем вводить low и вернем такая вот формула давай сдадим ее сдадим видите instant 28 и вывод его надеюсь скомпилируется но я на самом деле скопировал заранее неправильно то есть 7 это потому что я с переполнением сделано это вариант с переполнением так вот здесь переполнение ну полное видишь вот скорее всего ты не знал про манипуляторы вывода но вот так можно манипулировать выводом устанавливать ширину и устанавливать заполнение поле можешь почитать про эти функции они типа как фиксит и сет пресижен видишь у них даже одинаковые названия типа сеты и там сеты и тут сет with и fill так ну че есть вопросы или меня опять не слышно не слышно да алло если ты что-то говоришь что эти не слышу окей алло сейчас слышно алло слышно слышно алло ну я понял что-то сделал все да слышно окей ну вот короче set fill из этого скорее всего ты просто не не знал об этом ну да а если порядок поменять это ролей нет ну set fill и set fill нет главное перед low и после high ну да да давайте непонятно есть еще какие-нибудь вопросы если нет вопроса давайте глянем у кого там упало сегодня в контесте что-нибудь упало и какой-нибудь там рейтинг будет где в 4 зарегистрироваться так у кого упало я ничего не упало там прицессы хорошие были да ой я даже плюс 10 получил я пытался ездить но у меня не получилось да достаточно она гораздо сложнее чем д прям на порядок какая-то жесткая штука вон Илья минус 9 попыток но я постараюсь дорешать так ну ни у кого не упало это здорово ну да придется нормальное смотри у всех плюс ну кроме последних занимательно да монотонное деление ладно вот даже витя писал он раньше ходил на секцию потом выпустился из мира и забросил но он сейчас он первый из выпускников мира потом Сережа идет ну ты как бы выпускник мира тоже кто выпускник мира ну ты тоже выпускник мира тогда да да вот ровно 200 ладно давайте закругляться если нет ничего обсуждать надо идти есть там делать уроки ложиться спать смотреть спокойно ночь малыши уже поздно они в 9 идут блин